Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. На заседании Самарской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной приняты изменения в городской бюджет. Насколько пополнится городская казна? Отмечены на высоком уровне. Глава Самары Елена Лапушкина вручила золотые и серебряные медали выпускникам, отличившимся в учебе. Во всех районах Самары начали работу пункты по приему обращений граждан. С какими проблемами обращаются горожане? Вячеслав Федорищев провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом глава 63-го региона написал в своем телеграм-канале. По словам руководителя области, на встрече обсудили социально-экономическое состояние региона. Вячеслав Володин дал ценные рекомендации. В Самарской области по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличат суммарную единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. С 800 тысяч она вырастет до миллиона рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Ислам Юлдашев хочет заключить контракт, чтобы построить карьеру военного. На заседании Самарской думы при участии главы города Елены Лапушкиной принято изменение в городской бюджет. Все они носят социальный характер. Основные средства направлены на ремонт городской инфраструктуры и поддержку отдельных категорий граждан. Подробнее в нашем сюжете. Доходная часть самарского бюджета пополнилась более чем на 1 миллиард рублей. Это средства вышестоящих бюджетов и собственные доходы города. Решение, куда направить эти деньги, принимали депутаты городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Больше всего средств будет направлено на ремонт и реконструкцию дорог и устройство ливневой канализации в разных районах города. На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, ежемесячную выплату молодым педагогам, предоставление питания школьникам 5-11 классов из многодетных семей, а также другие социальные и инфраструктурные нужды. Это позволяет нам выполнять качественные показатели национальных проектов. Все изменения носят социальный характер. Есть пополнение за счет собственных доходов. Впереди работа, впереди опять пополнение бюджета. Это и новые места в образовательных организациях, это новые отремонтированные дороги, тротуары и много-много другое. На заседании думы перераспределили и уже имеющиеся средства. В 2024 году на сумму 530 миллионов рублей. Дополнительные деньги также будут направлены на социальные статьи расходов. Дополнительные средства в 2024 году предлагается направить, как уже было сказано, на реконструкцию здания театра для детей и молодежи, мастерская на улице Чернореченской, на предоставление субсидий внутригородским районам на организацию благоустройства территорий, организацию предоставления услуги социальной такси, предоставление ежемесячной денежной выплаты и компенсации расходов за наем жилья отдельным категориям медицинских работников. Таким образом, доходы бюджета на 2024 год составят 47 миллиардов 646 миллионов рублей. Также парламентарии пересмотрели бюджет на плановый период. Планируется, что в 2025 году доходы и расходы городской казны составят 40 миллиардов 72 миллиона рублей, а в 2026 – 39 миллиардов 869 миллионов рублей. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Держат на контроле. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан, которые ранее оставили свои обращения в соцсетях главы региона Вячеслава Федорищева. Не на все вопросы ответы удается найти сразу. Однако совместными усилиями в диалоге жителей и власти будут искать пути решения проблем. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Жилищные вопросы стали основными во время приема граждан, которые провела глава Самары Елена Лапушкина. Свои обращения самарцы ранее оставили в соцсетях временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева. Жительница Куйбышевского района Светлана Устинова рассказала, что более 10 лет назад в доме ее родителей произошел пожар. Состояние здания значительно ухудшилось и проживать там стало опасно для жизни. Дом признали аварийным лишь спустя несколько лет, а в 2019 году и жильцы не успели попасть в актуальную очередь на расселение. Светлане и ее соседям предложили переехать в маневренный фонд, либо решить вопрос с очередностью через суд. Тем более, что ранее администрация района выдала распоряжение о том, что проживание в доме представляет угрозу для жизни. Наверняка и президента слышали о том, что программа расселения будет продолжена. И к концу этого года должна быть новая программа по расселению до 2022 года. То есть вы совершенно точно попадаете в эту программу. Но сами понимаете, и там очередность. 17-й, 18-й, 19-й. Сейчас мы вам готовы предоставить, чтобы вы хотя бы жили без текущей крыши в тепле в маневренный фонд. Мы рекомендуем вам пойти в суд. Жительница Кировского района Юлия Сидякина, жена мобилизованного, попросила помочь с решением вопроса ремонта и благоустройства дома. Она проживает в пятиэтажке в Зубчининовке. На встречу пригласили руководителя управляющей компании, которая обслуживает дом. Он рассказал, какие действия нужно предпринять жильцам для решения проблем. Екатерина Кочемасова, жительница железнодорожного района, попросила отремонтировать дорожное покрытие во дворе дома на улице Мяге и оборудовать детскую площадку. Глава района Вадим Тюнин рассказал, что сейчас двор уже находится в очереди на благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Вместе с тем глава района предложил жителям поучаствовать и в других программах по преображению двора. По площади процентов из 10 критериев двор занимает 43 место. Вот мы делаем ориентировочно пока по сегодняшним параметрам три двора. Это зависит от того объема федерального финансирования, который мы получаем и, соответственно, от тех дворов, насколько они большие и маленькие, которые мы будем делать по очередности. А вот дорогу отремонтируют уже в этом году. Президелять из подрядчиков, поэтому, в принципе, где-то в июле месяц мы уже прислужим. Еще одно обращение по благоустройству и развитию территорий поступило от жильцов Октябрьского района. Они рассказали, что микрорайон в границах Метерева-Московского шоссе Аврора-Гагарина активно застраивается. Жителям не хватает объектов социальной инфраструктуры. Отвечая на вопрос, руководитель управления развития территории Департамента градостроительства Андрей Урюпин рассказал, что уже в ближайшие годы в микрорайоне появятся необходимые социальные объекты, детские сады и школы. Возведены они будут в том числе благодаря реализации программы «Комплексное развитие территории». Содействие окажет и власть региона. Отметим, что не на все вопросы ответы удается найти сразу. Однако совместными усилиями в диалоге жителей и власти будут искать пути решения проблем. Каждое обращение граждан поступает в работу. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В Самаре начали свою работу пункты приема обращений к врио-губернатору Вячеславу Федорищеву. Они располагаются в каждом районе областной столицы. Что волнует жителей Кировского района, узнала наша съемочная группа. Валентина Елсукова пришла в пункт приема обращений граждан, чтобы повлиять на работу управляющей компании. Вместе с другими жителями 72-го дома по улице Георгия Димитрова она мечтает о ремонте подъезда. Два года назад во время морозов в результате испарения из подвала появились сосульки, вышли из строя щитки. А позже в подъезде начала осыпаться штукатурка. Мы живем, наш подъезд как бомжи. У нас все осыпается. Ну вся штукатурка, все. Но управляющий говорит, у вас денег нет? Вот собирайте деньги, соберите и сделайте себе ремонт. Зачем нам тогда управляющая компания? Мы просим, чтобы наши проблемы решили. Жители Кировского района волнуют расселение из аварийного жилья, ненадлежащее содержание домов управляющими компаниями. Если волонтер пункта приема знает, как решить проблему, он инструктирует обратившихся. Либо советует написать обращение, которое отправят в приемную губернатора. У нас должна быть власть доступна. Он встречается с жителями, ходит по городу, смотрит проблемы наяву. Также беседа. Кто не смог встретиться с губернатором, который исполняет обязанности, тот пишет свои проблемы на листе, которые будут рассмотрены. В Кировском районе сейчас работают три пункта приема обращений. По адресам Ташкентская 139, Каховская 21 и Свободы 194. Все общественные приемные работают с 9 утра до 6 вечера. Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. В Самаре чествовали выпускников-медалистов. Глава города Елена Лапушкина вручила золотые и серебряные медали за особые успехи в учении и памятные подарки выпускникам. В событии также приняли участие председатель городской думы Алексей Дегтев, заместитель главы города, руководитель департамента образования Ирина Каковина, председатель общественного совета по вопросам образования городского округа Самара Наталья Толстых, а также руководители образовательных учреждений и родители выпускников. Успешных школьников поздравила и Ксения Баканова. По-настоящему золотая молодежь. Самарским выпускникам-отличникам вручили медали за особые успехи в учении. Вчерашних школьников поздравили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Они пожелали ребятам не останавливаться на достигнутом, смело и уверенно идти вперед. Перед вами большое будущее. Наверняка каждый из вас выбрал себе профессию, понимает уже, куда будет поступать учиться. Но тем не менее, я должна вам сказать, что самарские вузы с радостью распахивают перед вами двери, и мы очень надеемся, что вы будете и учиться, и работать на территории Самары. Без преувеличения, вы те люди, которые очень скоро будете строить и развивать этот город, этот регион, эту страну. В этом году в Самаре 1237 выпускников 11-х классов удостоены медалей. Из них 101 школьник получил 100 баллов по результатам ЕГЭ. Причем 7 выпускников набрали высшие баллы сразу по двум предметам. Это большая победа, закончить вообще в целом школу успешно, закончить ее с медалью, получить стобальные результаты. Есть, видите, и двукратные у нас победители. Это, конечно, очень здорово. После вручения медалей, дипломов и памятных подарков выпускники смогли пообщаться с главой города, задали интересующие вопросы. Анастасия Родионычева собирается пойти учиться на журналиста. И, судя по всему, задатки есть. Рассказывает, еще несколько лет назад поставила цель получить золотую медаль. Но даже не предполагала, что сможет сдать литературу на 100 баллов. Моя классная руководительница написала мне, Настя, поздравляю со 100 баллов. Я думаю, ну нет, ну не может быть такого. У меня был очень сложный вариант по литературе. Я думаю, 100 баллов? Что 100 баллов? Вот это да. Честно, я не рассчитывала. Я очень благодарна учителям, безусловно, родителям, бабушкам и дедушкам, которые поддерживали меня на всем протяжении, вообще на этом пути. А вот Ульяна Иванова мечтает стать юристом. Ей удалось набрать по русскому языку и обществознанию максимальное количество баллов. Уверена, у учеников достаточно времени для того, чтобы хорошо подготовиться. Можно заниматься с репетиторами, читать учебники и тренироваться на специальных платформах. Такие результаты, они легко не даются. И это ежедневный просто упорнейший труд. Ты вкладываешься полностью и проходишь через и моральные, и физические препятствия. В завершении встречи выпускники сделали памятные фото с Еленой Лапушкиной, Алексеем Дегтевым, родителями и учителями. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Вопросы психологической и социальной реабилитации ветеранов, получивших ранения во время специальной военной операции, обсудили на заседании Общественного совета по делам инвалидов. Подробности в нашем сюжете. Помощь ветеранам и участникам СВО, а также их семьям, должна быть комплексной. Об этом говорили на заседании Общественного совета по делам инвалидов. На базе протезно-ортопедического предприятия «Самары» работает стационар сложного и атипичного протезирования, где проводят восстановительное лечение после операции и травм, подготовку и обучение ходьбе на протезах. Люди получают инвалидность, как жить дальше, какие перспективы, как можно реабилитироваться, как можно заняться общественной работой, как жить дальше в этой ситуации. Вот это основная тема нашей встречи. Для получения ортопедических изделий будут выдавать электронные сертификаты. Протезы рассчитаны на два года, после этого ветеран имеет право на их замену. На заседании также обсудили и оказание психологической помощи участникам СВО и их семьям. Когда участник находится за ленточкой, мы отрабатываем уже непосредственно в данном направлении «Психологический блок» здесь закладывается со стороны супруги, родителей. Колоссальный труд психологов – это вручение уже извещений. Психологи совместно такой большой мобильной бригадой выходят совместно с администрацией района и с военкоматами, вручают, соответственно, извещения. И вот здесь психолог на этом этапе берет, соответственно, семью. Участники заседания обсудили новые правила признания лица инвалидом. Их на территории города проживает около 90 тысяч. И, безусловно, очень важно для них вопросы решить здесь и сейчас с теми службами, которые оказывают им помощь. Для того, чтобы понимать, куда двигаться дальше, чтобы мы понимали, как скорректировать нашу работу, где у нас не хватает каких-то возможностей, где нужно посмотреть изменения законодательства. Доступ к этим услугам позволит ветеранам и их семьям восстановиться не только физически, но и морально. Августина Охременко, Игорь Казановский. События. А теперь коротко о других темах дня. В советском районе Самары на улице Александра Матросова благоустроили двор. Пространство обновили по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». Теперь во дворе появилась детская площадка, оборудованная канатным комплексом, современными качелями, лавочками, батутом, каруселью и качалкой на пружине. Весь периметр застелили прорезиненным покрытием. Также построили спортивную площадку для игр, футбол, волейбол и баскетбол. В текущем году о нацпроекту «Жилье и городская среда» в городе приобретут современный вид 47 дворов. В начале следующей недели в Самару вернется жара, а значит снова придется следить за питьевым режимом, чтобы не получить обезвоживание. О его симптомах рассказали эксперты Роспотребнадзора. При повышенном потоотделении организм теряет воду и микроэлементы. Сигналами нехватки влаги являются чувство жажды, утомляемость, головная боль, слабость. В жару важно наблюдать за своим состоянием. Чувствуете жажду, пейте воду при первой возможности. Сладкие напитки лучше не употреблять. На то, чтобы вывести сахар из организма, придется потратить еще больше жидкости. В летний сезон черешня все чаще появляется в рационе россиян. Врачи рассказали, чем полезна и чем вредна эта ягода. Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки, которая необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта и регуляции липидного обмена. Кроме того, черешня богата необходимыми для организма минералами, такими как калий, магний и железо, а также является источником биофлавоноидов. В ее состав входят и витамины А, В, С, которые обладают антиоксидантными свойствами и важны для регулирования обмена углеводов. Не рекомендуется употреблять черешню людям с некоторыми заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, индивидуальной непереносимостью и аллергическими реакцией. Стало известно, какие правила необходимо соблюдать при перевозке животных в электричке. Мелких питомцев, а также кошек, собак и птиц нужно перевозить в клетках или сумках-переносках. Животные в переноске рекомендуют разместить в специальных местах, чтобы обеспечить комфорт питомцу и пассажирам в транспорте. Перевозить четвероногих можно и без сумки. Главное, чтобы собаки были в наморднике и на поводке, а кошки под присмотром владельца. Крупных питомцев нужно перевозить в тамбуре под наблюдением хозяина. За перевозку домашних животных в электричках взимают плату, оформляют билет. Его цена не может превышать 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. Последний день рабочей недели готовит жителям Самарской области неприятный сюрприз. 28 июня в регионе ожидается мощное магнитное буря, которое заставит страдать метеочувствительных людей. В четверг, 27 июня, возмущения будут держаться на безопасном уровне – 1 балл. Лишь по завершению трудового дня с 19 часов и до наступления новых суток будет небольшой подъем до 2 баллов, что тоже не должно отразиться на самочувствии. Угрозы здоровью геомагнитная обстановка начнет создавать после полудня в пятницу 28 июня. Сначала произойдет скачок до 3 баллов, потом поднимется до 4 и будет держаться на этом критическом уровне в течение 6 часов. В Самарском цирке с большим успехом проходят юбилейные гастроли цирка Филатовых. Организаторы провели уже 9 шоу, на них побывали 14 тысяч человек. Великолепные световые эффекты и невероятные номера создают уникальность программы. Изюминка шоу – это выступление медведей. Подробности в нашем сюжете. Династия Филатовых привезла в Самару не только новую программу с тонной концертного оборудования, костюмов и декораций, но и подготовила выступление самой крупной в мире группы, состоящей из 15 хищников. Косолапые артисты Филатовых выполняют трюки, которых до сих пор не может повторить ни один дрессировщик. По чутким руководствам укротителя Александра Филатова медведи научились ездить на двухколесном велосипеде, кататься на самокатах и байках и играть на музыкальных инструментах. Есть у нас фирменные трюки, которые никто не смог повторить в мире, например, такие, как подъем велосипеда. То есть медведь не просто выезжает в манеж на велосипеде, а именно он сам его поднимает, садится и едет. Цирк Филатовых – новое шоу, созданное к юбилею династии. Совсем недавно артисты отметили 185 лет со дня основания, а это уже пять поколений на манеже. Представления артистов бьют рекорды по посещаемости в разных городах страны. Мы очень любим свое дело, свой цирк, свое искусство и стремимся к тому, чтобы оно продолжалось и продолжалось. Бывать на представление цирка Филатовых самарцы смогут до 14 июля. Билеты стоимостью от 900 рублей можно приобрести на сайте Самарского цирка. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. «Самара в движении» – акция под таким названием все лето проходит в городе. На площадях и в парках сооружают спортивные площадки, занятия на которых бесплатно проводят тренеры. Где можно приобщиться к спорту и какие тренировки проходят, расскажет Елизавета Прокопенкова. Движение «Жизнь». В областной столице проходит ежегодная физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Зоны для занятий разными видами спорта оборудовали в парках имени Гагарина и 50-летие Октября. На площади Куйбышева и Набережной. Занятия там бесплатно проводят тренеры. Скейтпарк на площади Куйбышева – одно из любимых мест для тренировок сына Анастасии Калашниковой. Ему очень нравится развитие физическое, с ребятами общается, кругозор увеличивается соответственно. Ну, любой спорт кругозор увеличивает. Молодежь должна была быть чем-то занята обязательно. И я очень рада, что подобные места есть в Самаре. Каждый вечер с пяти до девяти часов профессиональные тренеры проводят групповые занятия на всех площадках. Для безопасности отдыхающих там дежурят и врачи. Как минимум четыре тренировки проводят тренеры по различным направлениям. Это и зумба, и стретчинг, и функциональный тренинг, и много-много других видов спорта, которым можно заниматься абсолютно бесплатно. Поэтому всех приглашаем для того, чтобы можно было приобщиться к прекрасному, замечательному способу самосовершенствования и получения хорошего настроения. Такие занятия пользуются неизменимой популярностью у горожан. В прошлом году участие в акции приняли около 200 тысяч человек. Из них примерно 26 тысяч посещали тренировки минимум дважды в неделю. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Военные пенсии, списание транспортного налога и оформление жилья. Команда Фонда защитники Отечества провела прием граждан в Ставропольском районе, сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. Взяли за решение проблем бойцов и их семей совместно с главой Ставропольского района Вячеславом Киреевым и у прокурора района Дмитрием Репетевым, депутатом, военным комиссариатом и врачами. А после встречи отправились в гости к ветерану СВО. Алексей получил серьезные ранения, у него огромная семья. Команда Самарского филиала Фонда защитники Отечества поможет адаптировать дом Алексея для его комфорта. Также в скором времени мужчина пройдет диспансеризацию и реабилитацию в санатории. В 25-м году жители Самарской области смогут записать ребенка в летний оздоровительный лагерь через региональный портал Госуслуг, сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Спрос на эту услугу ежегодно растет, в связи с чем требуется оптимизация процесса получения льготных путевок без личного посещения различных учреждений. Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета на региональном портале государственных и муниципальных услуг появится сервис, на котором можно будет забронировать ребенку путевку в летний лагерь. Сервис должен обеспечивать полный и бесперебойный цикл получения услуги в электронном виде. Администрация промышленного района сообщает, что самарцы могут оформить единое пособие на ребенка на портале Госуслуг. В 23-м году Самарская область перевела в электронный формат 87 массовых социально значимых услуг, которые оказываются органами исполнительной власти, местного самоуправления и иными организациями региона. Чтобы оформить выплату, достаточно зайти на Госуслуги, заполнить заявление и добавить недостающую информацию. Выплата предусмотрена для семей с невысоким уровнем дохода и объединила несколько мер господдержки. Пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребенка до 3 лет, пособие на ребенка от 3 до 8 лет, ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»